Всем привет, с вами снова команда ArtFX и сайт VideoSmile.ru Сегодня мы покажем, как с помощью плагина TrapCode Particular создать стилизованный огненный шлейф, который можно использовать в ваших видео или мультфильмах. Для начала создаем новую композицию Full HD 30 кадров в секунду. Назовем ее Skateboarding. И создаем еще одну композицию, называем ее Particle. Разрешение 500 на 500. В этой композиции мы сделаем частицу для плагина TrapCode Particular. Создаем новый сплошной слой. И добавляем на него эффект CC Sphere, чтобы создать как бы объемную сферу из сплошного слоя. Открываем настройки эффекта. Делаем радиус равным 160. Изменяем положение сферы при помощи параметра Offset. Вводим значения 265 и 300. Далее настраиваем освещение. Во вкладке Light, Light Intensity увеличиваем до 400. Light High увеличиваем до 49. И направление света делаем плюс 52 градуса. Открываем вкладку Shading. И параметр Ambient увеличиваем до 82. Specular делаем равным 0. И Metal тоже равен 0. Создаем дубликат слоя. Переименуем слои в Сфер 1 и Сфер 2. Теперь настроим Сфер 2. Радиус уменьшим до 118. И сдвинем эту сферу. Offset 320, 240. Создадим еще один дубликат слоя. Изменим положение третьей сферы на 175, 295. Создаем еще один дубликат слоя. У четвертой сферы изменим радиус до 106. А Offset сделаем 220, 378. И Light Intensity уменьшим до 110. Создадим последний дубликат слоя. Радиус у него сделаем 120. А Offset сделаем 243 и 222. Light Intensity увеличим до 400. Создаем Adjustment Layer и накладываем на него эффект Threshold. Параметр Threshold увеличиваем до 190. Переходим в основную композицию. И вставляем в нее композицию Particle. Создаем новый сплошной слой. И добавляем на него эффект Particular. Отключаем видимость слоя Particle. Открываем вкладку Emitter. Частиц в секунду ставим 200. Direction выбираем Directional. Direction Spread делаем 100. Велосити 200. Велосити Random 100. И Велосити Distribution 5. Велосити From Motion 230. Переходим во вкладку Particle. Длительность жизни частицы делаем 1 секунду. Life Random увеличиваем до 50%. Тип частицы выбираем Sprite. Во вкладке Текстура в меню Layer выбираем созданный нами ранее слой Particle. Открываем вкладку Rotation. Рандом Rotation ставим 10. Рандом Speed Rotation 0.5. Рандом Speed Distribution уменьшаем до 0.1. Размер частицы увеличиваем до 135. Size Random увеличиваем до 55%. Открываем вкладку Size Over Life и выбираем форму графика из стандартных пресетов. Переходим к вкладке Physics. Gravity делаем минус 30. Открываем вкладку Air. Air Resistance увеличиваем до 2. И ставим галочку в чекбоксе Air Resistance Rotation. Wind X увеличиваем до 1000. А Wind Y до 300. Открываем вкладку Turbulence Field. Fade and Curve выбираем Linear. Создаем дубликат слоя Fire. Назовем его Light Fire. И добавим на слой Fire эффект CC Toner. Tones выбираем Duo Tone. Настраиваем цвет Highlights. Делаем его оранжевым. А цвет Shadows сделаем более светлым. Добавим также эффект Made Choker, чтобы сгладить края. Geometric Softness увеличиваем до 26. Choke 1 уменьшаем до 60. Откроем эффекты слоя Light Fire. Чтобы изменить внешний вид дыма, во вкладке Emitter изменим Random Seed на любое другое число. Emitter Type выберем Sphere. Emitter Size выберем XYZ Individual. По X и Z уменьшим размер до 0, а по Y до 20. Во вкладке Particle уменьшим размер частиц до 30. А график Size Over Life отразим по горизонтали. Откроем вкладку Physics Air Turbulence Field. Аффект Position увеличиваем до 120. Делаем Precompose всех слоев. Назовем Fire Asset. Создадим Adjustment Layer. И добавим на него эффект Rowan Edges. Edge Type выберем Cut, Border 5.5 и Scale 120. Evolution изменим до 110 градусов. Добавляем эффект CC Radial Blur. Type выберем Centered Zoom. И Amount увеличим до 30. Посмотрим, что получилось. Создаем еще один Adjustment Layer. Назовем его Glow. И добавим на него эффект Glow. Glow Threshold сделаем 70%, а Glow Radius 35. Вернемся к эффекту CC Radial Blur. Уменьшим Amount до 25. Сделаем Precompose всех слоев. Назовем Fire. Добавим в After Effects наше исходное видео, на которое будет накладываться этот эффект. И найдем нужный нам момент видео. Создадим 0 объект, к которому и будет привязан наш огненный шлейф. И анимируем его положение так, чтобы он двигался вслед за скейтом. Возвращаемся в композицию Fire Asset. И открываем настройки эмиттера слоя Fire. С зажатым альтом нажимаем на часики параметра Position. И пишем выражение, чтобы привязать положение эмиттера к положению 0 объекта. Comp в скобочках названия композиции. Точка Layer в скобочках названия слоя. Точка Transform. Точка Position. Копируем это выражение. И вставляем его в Position эмиттера слоя LightFire. Посмотрим, что получилось. Создадим новую композицию Full HD 30 кадров в секунду. Назовем ее Speed Lines. Создаем новый сплошной слой. Назовем его Fractal. Добавим эффект Fractal Noise. Контраст увеличим до 465. А Brightness сделаем 60. Для Evolution пропишем выражение Time умножить на 1000. Открываем вкладку Transform. Убираем галочку Uniform Scaling. Высоту увеличиваем до 10 тысяч. Добавляем эффект Polar Coordinates. Interpolation увеличиваем до 100. И Type of Coordinates выбираем Rect to Polar. Увеличим масштаб слоя, чтобы не было видно границ круга. И получаем вот такой интересный эффект. И заанимируем положение слоя, чтобы добавить еще больше динамики. Немного подкорректируем исходное видео. Для этого добавим на него эффект Curves. И откорректируем кривые по нескольким каналам, чтобы сделать изображение немного темнее. Добавим композицию Speed Lines в нашу основную композицию. И выберем режим наложения Screen. Обрисуем слой овальной маской. Для этого дважды кликаем по инструменту Ellipse Tool. Инвертируем получившуюся маску. Mask Feather увеличиваем до 220. И добавляем эффект Invert. Создаем новый сплошной слой, из которого мы сделаем виньетку. Также двойным кликом по Ellipse Tool создаем на нем овальную маску. И увеличиваем Mask Feather до 350. Уменьшаем непрозрачность слоя до 60%. И меняем режим наложения на Linear Burn. И не забываем инвертировать маску. И последним шагом добавляем видеопереход из нашего прошлого урока. Находим нужный момент. И вставляем туда переход. И обрезаем все остальные слои. Посмотрим на результат. Вот и все, эффект готов. Сделанный сегодня элемент является частью динамик Cartoon FX пак с сотней процедурных анимаций. Если вам требуются визуальные эффекты для вашего видео или игры, вы можете приобрести этот и другие паки по ссылке в описании. Ставьте палец вверх, если урок был вам полезен. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, где мы говорим о визуальных эффектах для моушен графики и игр. Заходите на видео smile.ru, чтобы ознакомиться с большой коллекцией уроков на все случаи жизни. Всем пока!